Всем привет! Нынешний выпуск новостей будет во многом посвящен Virtus.pro. Мы расскажем вам о турнирах, на которых примут участие дотеры и кейсеры медведей, а также поведаем о том, что случилось с танковым составом. Организаторы очередного крупного турнира по CSGO ESL ESEA Dubai провели жеребьевку группового этапа. С 10 по 12 сентября 8 лучших коллективов мира по версии рейтинга ESL разыграют между собой 250 тысяч долларов. В квартет А были определены Ninjas in Pyjamas, Virtus.pro, Team Envys и Clown Nine. Во второй группе Natus Wincer придется непросто, ведь противостоять им будут Team Solomit, Titan eSports и действующие чемпионы мира Fnatic. Пока коллективы рангом пониже разбираются между собой в квалификациях, чтобы заполучить заветный слот на ESL One New York 2015, четыре обладателя прямых инвайтов уже бронируют билеты и готовятся к поездке в деловую столицу мира. К ранее объявленным Team Secret, TDC Gaming и Virtus.pro присоединились Evil Geniuses. Несмотря на одну замену, ни у кого не возникает сомнений, что на данный момент эта команда является одной из сильнейших в мире, поэтому ESL просто не могли проигнорировать их и не пригласить на домашний турнир напрямую. Напомним, что стартовый призовой фонд турнира составит 250 тысяч долларов. Лангфиналы состоятся на культовой площадке Madison Square Garden с 3 по 4 октября. За несколько лет, которые танковый состав Virtus.pro провел в организации, киберспорт в данной дисциплине так и не приблизился к ведущим проектам. Аудитория World of Tanks, которая следит за баталиями профессиональных игроков, так и не смогла достигнуть более-менее достойных цифр. Во многом по этой причине организация Virtus.pro, которая первая среди крупных мультигеймингов решилась на состав в этой дисциплине, на днях вынуждена была сообщить, что после окончания европейских ландфиналов Wargaming.net Gold Series сотрудничество будет прекращено. До окончания трансферного окна, выделенного Valve, остались считанные дни. Многие организации, не сумевшие сохранить свой ростер после неудачи на The International Five, стремятся как можно быстрее определиться с окончательными составами и заявить их на предстоящие мейджор-турниры. Natus Wincer в очередной раз решили не делать серьезных изменений и все еще стараются найти достойного капитана для своих игроков. Четвертую попытку вернуть все на круги своя предпримет PSM, ранее выступавший за компас гейминг и Yellow Submarine. Бывший капитан Na'Vi отстайл был отправлен в запас. Еще одним игроком замены стал Kudis. Помимо ранее оглашенного инвайда на ASL One New York 2015, Virtus.pro получили еще два приглашения на крупные LAN-турниры, запланированные на эту осень. По окончанию уэнта в Нью-Йорке команда отправится в Новый Орлеан, где примет участие на MLG World Finals с 16 по 18 октября, а затем отправится в Сингапур. В течение недели с 26 октября по 1 ноября ребята будут сражаться с другими командами на Nangyang Championship за 100 тысяч долларов, которые положены первому месту. Посмотрим, насколько медведи окажутся готовы к такому сложному графику. Ну, а у меня на этом все. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова